Молодой амбициозный коллектив. Сегодня в испытательной пожарной лаборатории Ивановской области трудится 12 человек. И это совсем немного для того объема работы, который они выполняют. Здесь каждый серьезный пожар, произошедший в регионе, разбирают фактически по косточкам. Устанавливают причину, занимаются судебными экспертизами. А еще проводят научные исследования для получения новых знаний и навыков, направленных на расследование пожаров и разработку профилактических мер их предупреждения. Изначально эти учреждения таковыми и задумывались. В нескольких регионах СССР передвижные испытательные станции появились в 1945 году. Страна восстанавливалась после войны. Строились фабрики и заводы. Не обходилось и без ЧП. Государству понадобились специалисты, которые могли точно определить, почему произошло то или иное возгорание, разработать методические рекомендации для руководителей мануфактур, чтобы подобное не повторялось впредь. Стоит ли говорить, насколько актуальна данная работа была для текстильной губернии? Отложение пуха и пыли на ткацких предприятиях. Одна искра или малейшая техническая неполадка могли привести к настоящей беде. Испытательная станция в Иванове образовалась в 1957 году. В 1970-е она была преобразована в испытательную пожарную лабораторию. С 2005 года учреждение получило статус судебно-экспертного. Когда я пришел в 2001 году, численность ИПЛ было всего 6 человек. И, конечно же, у нас оборудование морально было все старое. Это 70-х, начало 80-х годов. И наши сотрудники выезжали на пожар, имея практически три инструмента. Это фотоаппарат, линейку и штангенциркуль. То сейчас, конечно же, сотрудники выезжают на пожар на современном автомобиле судебно-экспертном, который укомплектован оборудованием для проведения исследований, как установления очага пожара, так и установления причины возникновения пожара. Декабрьский пожар на улице Задней бассейной в Иванове наделал много шума. Дом разделен на три части. Возгорание произошло в задней. Погиб мужчина. Его соседка, 80-летняя бабушка, осталась без тепла и электричества. Эксперты пожарной лаборатории работают на месте уже не первый день. С помощью приборов специалисты определили места наибольших термических повреждений. Презультатом количественной и качественной оценки термических повреждений мы все-таки установили, что очагом пожара, опять же могу сказать, предположительно является район расположения дивана у западной стены. Более точно эксперты могут сказать, что данное место является очагом пожара после изучения всех обстоятельств дел, изучения объяснения очевидцев пожара, характеристики дома, условий тушения пожара. Это на профессиональном языке динамический осмотр места пожара. А по сути самые настоящие раскопки. Рядом с диваном нужно перетрясти каждую вещичку. Возможно, удастся обнаружить обугленные электрические провода, а то и целый обогреватель. Все необходимое заберут в лабораторию и определят, могли ли вещдоки спровоцировать пожар. Или все прозаичнее, погибший попросту уснул с непотушенной сигаретой. Для полной экспертизы все изъятые с места пожара данные изымаются и присылаются нам для подробного анализа пожароопасных свойств и веществ материалов. У нас имеется несколько лабораторий. Химическая, где проводится инструментальное исследование по выявлению инициаторов горения. Также лаборатория металлов и сплавов. Также имеется теплофизическая и электротехническая лаборатория, где проводится исследование по выявлению аварийных режимов работ на элементах электрооборудования. Пройдемте туда. Что стало причиной пожара на месте происшествия, эксперты могут только предполагать. Окончательные выводы только после скрупулезных лабораторных исследований. В ходе пожара конструкции материала изменяют свои физико-химические свойства. Древесные угли деревянных конструкций исследуем с помощью угольного пресса. Угольный остаток растертой фарфоровой ступки помещаем в оправу, которую впоследствии помещаем в угольный пресс. И получаем удельное электросопротивление пробы угля. После этого с помощью специальных расчетов определяем время пиролиза древесного остатка в точке отбора проб. После этого строим карту термических поражений, где выявляем зоны с наиболее длительным воздействием теплового огня. С помощью карты термических повреждений выявляем место первоначального изгновения горения. Поврежденную технику и элементы проводки, которые привезут с пепелища, тоже непременно досконально изучат. При неправильной эксплуатации любое благо цивилизации может обернуться врагом. Исследование электротехнических устройств и выявление следов аварийного режима работы проводится с помощью мелатографического анализа. Определение причастности электропроводки к возникновению пожаров исследуем с помощью выявлений микроструктур оплавлений. А еще сотрудники пожарной лаборатории проводят множество научных исследований, занимаются испытанием веществ и материалов. Данное оборудование, например, позволяет определить горючесть текстильных изделий. А здесь специалисты опытным путем исследуют температуру вспышки жидкости. В этом году приобретен программный аппаратный комплекс для прогнозирования и расчета пожарных рисков. На вооружение теперь и очки виртуальной реальности. С помощью очков виртуальной реальности, находясь на рабочем месте, можно погрузиться на момент осмотра места происшествия для подробного изучения каких-либо конструкций, либо предметов. Загрузив снимок с 3D-камеры в данные очки, можно оказаться в виртуальной реальности данного пожара. А насколько возрастает польза оборудования, когда оно оказывается в руках грамотных специалистов? Главное богатство ИПЛ – это сотрудники, которые в прошлом работали в лаборатории и трудятся в ней сейчас. Преемственность поколений между прошлым и настоящим будущим позволяет как самой лаборатории, так и в лице сотрудников, так и самим сотрудникам занимать высокие места на пьедесталах. Все работы, которые у нас выполняются сотрудниками, они находят свое признание в научном мире. В этом году испытательная пожарная лаборатория Ивановской области исполняется 60 лет. За плечами большой багаж, который называется «Опытом». В этом багаже более 10 тысяч исследованных пожаров, 5 тысяч технических заключений по их причинам, 2 тысячи экспертиз, 150 научных работ и рекомендаций. Есть еще один показатель работы, правда, его невозможно посчитать, но он в основе всего. Речь о пожарах, которые удалось предотвратить и спасенных в человеческих жизнях. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова